Субтитры подогнал «Симон» 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 как правдивый, аутентичный коммунист, стоящий в оброне людей. Могил языком очень напастливым. Я помню, как в летах 80-х до Олштина были написаны на мурах образливые для Арбина Сивака. Прошу тогда такой довчип, в лучший środок антиконcepcyjный, умеешь себе на щене в сыпальне написать, что ты можешь стать ойцем Арбина Сивака. И этот Арбин Сивак заникнул и объявил себя по летам серией книжек, таких памятников, нибудь рефлексий. Этих книжек было очень много и я до этого не заглядывал, но гораздо больше людей мне говорили, что нужно, что там есть ценные информации. И в конце попросил, кто мне почитал, что мне было много этих томов, этого Арбина Сивака, и я начал их читать. И я сошел до множества, что он имеет одну идею фикс. Та идея фикс была такая, что коммунизм был чем-то очень хорошим, чем-то, что, если бы было реализовано, то проводило бы до pewного раю на земле. Но все осталось, были разные вещи в этом коммунизме. И с поводу Жидов. То вскоре были Жиди и эти Жиди, этот коммунизм, псули. И Сивак тут старался эту тезу удовольствовать. И как себя читало, то было много его информации, которые подавал, то нализано было бы уйти в суды слов. Это не были информации, это были конфабулации. То есть, что я это вымыслял. И это было все премито. Без предисов. Он говорил, что «вем то», «вем там то». Повоевал себя на свою тайну веду, как учитель, как участок коммунистичного. И что люди это купили. А он выбирал и коммунистов, и себя. Так что я думаю, что нет, что искать каких-то информации, пониманий, или исторических каких-то правд. Которое вопрос, которое задал пан Адам Левандовский, то я думаю, что на моем вопросе не имеет шанса получать ответственность, но, потому что, по поводу на это задание, немного ответил на это вопрос. Два вопроса, что филозофия Канта и Витгенстайна есть спречные с католицизмом? И другая, что наизм и коммунизм состоят из того самого корня филозофичного, например, Hegel. Если так, то какие филозофы были на дорогах средних, то есть между, например, Ленином, Хеглем, Хитлером, а Хеглем. Очень много этого материала здесь есть. Помню Витгенстайна, это где-то там, может, когда-то. Но важный есть Кант. Кант также в России был в поле огромное отделение в веке XVIII и, кое-каке, Комиссия Едукации Народовой его забронила. Уважаем, что о Канте преважно люди невероятно знают, но знают его поведение «Небо гвязистие над мной, право моральное ве мне». Ну и то поведение, как бы, есть, генялно тратя в источнику филозофии Канта. Право моральное не походит от Бога, не ма чего-то такого, как Бог, его роль прожил человек. И Кант сшедл еще далее, потому что из его филозофии как бы вынекало, что по-за человеком, в отечественном его свете, то, конечно, в отечественном его свете не ма. Там есть только какой-то chaos, какие-то какие-то дни, какие-то данные. И то все поражает выручный человек в себе через разные там категории интеллектуальны. То есть задерживаясь, что Кант был так поважно тратированный через тылу филозофов и не только филозофов, когда его podstawова wizжа rzeczyвостости есть такая, что цена rzeczyвостость то я, а целый свет есть моим твором, я его поражаю и только повиненем себе это ущедомить и из этого вытянуть нализы. Но, что ко мне это нацизм и коммунизм, когда проводил занятия за студентами в Академии теологии католики, потом на Университете кард. Гриналла Стефана Мисињскего, то тоже проводил занятия между иними, потому что с разных сезон филозофии в разном часе были мои разные интересования, занимался метафизиком, занимался историей филозофии, занимался филозофией политичной, Ну и как занимался философией политичной, то обмывали разные идеологии и разные концепции устроевые. И студентов, когда это был новый год, скажите мне, наизм это была формация правитая или левитая? И такое было прание мозга тогда, сейчас, вciąż, что студенци хуром ответили, что это была формация скрайне правитая. Ну то я задавал им вопрос, какие назвы использованы в отнесении до назизма, какие назвы они использовали? Ну и студенци доходили в первую очередь до внески и говорили, ну, народовый социализм. Ну то народовый социализм, кто то есть, скрайна правитая или скрайна левитая. Ну и тогда студенци доходили до внески, что это значит левица. То есть, что разница между коммунизмом Сталина и коммунизмом Хитлера полегала на том, что Сталин думал о коммунизме световом. Но Hitler думал о коммунизме немецком, народовом. То, что узнавано было там за позитивно в коммунизме, было относиться только до Немца. И сейчас, конечно, и коммунизм, и назизм имеют много с Геглем. Памятайте, что Гегел в XIX веке имя огромное одзялое в целом Европе. Это тоже есть застакающе. Ровно же в Польше, как читали политики, в том католики, то вдачь там вплывы Гегла, с тем, что те вплывы не были за глубокие на счастье, потому что так на правде не да Гегла поучить с мыслом католицком, то там чудовано, racей церпием с него технику, теза, антитеза, синтеза, какого опис того, что происходит в рамках общественности людской. Но Гегел, если его потратить источник, то значит пребрнуть через его язык и дотянуть до источника, то оказывает, что это точно то самое, как плотин, то есть это пантеистичная, то есть то, что дожрее погащство, в котором человек доходи до множества, что он есть Богом. И та постать, то, что пропоновал Гегел очень очень так Немцам, как и Россиянам, потому у плотина есть так, что и то różнило Гегла от плотина. У плотина есть так, что есть эта pirамидна. Быти неожиданные, потом roщины, зверьезда, человек, демоны, богови. И вг. плотина люди могут стать демономами, потом могут стать богами, потом могут прескочить этот абсолют и стать богами большим. Твори себя какащи элита богов, которой нализы вся вгадзе над свиатем. Но в уйти Гегла человек остается богем, но потом появится бог высший niż человек, czyli państwo. То есть таким бытем абсолютным, боским, которому нализы целковито послушество. То то пасовало oczywiście Hitlerу и то пасовало Росианам, которых православие тоже сбудовало на плотине, которые и Росиане, и Немцы, как учит Феликс Конечный, тквили глубоко в цивилизации bizантыйской, а в цивилизации bizантыйской państwo есть понад jedностком и понад костиоум. Православие подлега państву, а не państwo подлега оцене православи. Так же Hegel, новочесна постач плотина, то можно powiedzieć, что највейкши шкодник в Европе, не только в Европе интеллектуальны, как и только си появился. То это на сегодня. Дякую очень. Дякую ! Дякую! Субтитры подогнал «Симон»